Всем добрый день! Я Наташа Комиссарова и добро пожаловать! Сегодня мы в очередной раз будем рассматривать поближе пряжу от Drops, как обычно. И в этот раз, как вы видите, у нас Drops альпака. Итак, прежде всего, давайте посмотрим на то, что нам предлагает производитель, то есть на этикетку. Давайте я возьму вот от этого матка, уже начатого. Так вот выглядит у нас этикеточка альпака стопроцентная или альпака, как кому нравится. Мне нравится говорить альпака, так удобнее. Итак, в данном случае у меня цвет 8105 и, по-моему, такого цвета уже больше нету в предложении от Drops. Итак, группа пряжи А, это значит самая тоненькая. Спицы предлагают 2,5-3,5. Вот, посмотрите, наводится, наводится. 10 на 10 сантиметров, 23 петли, 30 рядов и 50 грамм на 167 метров. Что нам предлагают по стирке? 30 градусов и ручная стирка. Конечно же, не гладить и не сушить в барабане. Ну, это, в принципе, и всем известно, потому что альпаку, если даже посушить сильно в барабане, в стиральной машине, она просто-напросто сваляется, просто от трения. Так что это очень такая пряжа, с которой надо относиться очень аккуратно. Итак, это то, что нам предлагает производитель. Здесь у меня несколько цветов. Я вам покажу, какие у меня они. Чуть-чуть синевато это все выглядит. Сейчас попробую потом все исправить в настойках. То есть, слишком синее все здесь. Итак, самый синий цвет у нас 6790, такой фиолетовый цвет 6347, зелененький цвет, у меня это начатый моток, и цвет 7139, более светлый зеленый 7120, и голубенький 6205, и такой белый. Розоватый, я бы сказала, 4010. Вот так это все выглядит. Ниточка. Ниточка у меня здесь двойная, так что на это не надо смотреть, потому что я взяла в две нити. Вот у нас ниточка, она у нас скручена из трех других ниточек. Сейчас я раскручу. Ниточка скручена, в принципе, довольно неплохо, потому что я вам даже их раскрутить не могу. В общем, вот так у нас тут три ниточки. Вот. Она довольно пушистенькая такая. На крючок, я даже не знаю, на крючок, наверное, сойдет, я так подозреваю. Она будет, не будет сильно расслабиваться, не должна, по крайней мере. Но что я могу сказать по нитке? Из своего опыта. Нитка довольно скользкая, то есть вязать ее на металлических спицах будет неудобно. По крайней мере, мне было очень неудобно вязать. То есть лучше всего вязать это на каких-то деревянных, бамбуковых или каких-то спицах, которые не такие скользкие. Потому что если слишком скользко, то появляется рядность, это не очень приятно. Или надо просто следить сильно за натяжением нити. Плюс, что мне не понравилось в этой нитке, по крайней мере, вот в этом вот мотке, пряжа довольно нежная. То есть если вы ее сильно потянете, по крайней мере, у меня она просто рвалась. Если мы возьмем, вот даже возьмем, давайте здесь, попробуем просто. То есть вот так вот возьмем. У меня почему-то были некоторые, нет, она довольно такая прочная. Но, значит, у меня такие места просто попадались. Потому что были какие-то такие неровности, где у меня она просто порвалась. То есть то ли это была вина скрутки, то ли это вина была еще чего-то, какого-то распушения. Но у меня в нескольких местах, по крайней мере, вот этот вот моток, с ним были проблемы. В смысле, этот цвет. То есть у меня она рвалась. Хотя я вижу, что ниточка довольно такая, ну, видите, она не рвется, она довольно крепкая. Итак, что у нас по цветам. Я вам рассказала, какие у меня здесь цвета. И цветовая палитра у Drops, эта пряжа представлена в очень широкой гамме. Там 51 цвет, и цвета очень-очень неплохие. Не помню насчет микса. По-моему, микс тоже есть. Но есть меланжевые, насколько я помню, тоже цвета. То есть все, что вы хотите. Цвета довольно приятные, как вы видите. То есть вы найдете, я практически уверена, что вы найдете тот цвет, который вам нравится в этой цветовой палитре. Про узелки могу сказать, что они, конечно, встречаются, но немного. Узелков здесь немного. Так что тут тоже плюс дам. Вязать с этой точки зрения неплохо. Равномерность нити я вам уже сказала. Я вязала, извязала 5 мотков. Это у меня, наверное, был 5-й моток начатый. Или даже 6-й. Не, 5-й моток начатый. Здесь не было у меня проблем абсолютно с нитью. Но вот почему-то вот в этом вот цвете у меня проблемы были. Я все равно поставлю плюс, потому что здесь я не помню таких проблем. И, в принципе, я вижу, что нить довольно неплохая. Но вот такой вот у меня попался момент. Может, просто что-то с этой партией было. В разных партиях о цветах я вам не скажу. Потому что я когда заказывала на свитер, я дозаказывала, у меня было 3 мотка. Я когда на пробу покупала всю эту пряжу, я покупала, не знаю почему, по 3 мотка всех. Не знаю, на что вообще, о чем я думала. Единственное, вот здесь этих у меня 5 мотков я на свитер отобрала. И я решила за этого связать свитер. Мне не хватило. Я дозаказывала пряжу, но дозаказывала именно с той же самой партии. То есть здесь мне нашли этот моток и прислали. Здесь я не могу ничего сказать. Так что, может, вы знаете, то напишите, пожалуйста, насчет того, отличаются ли сильно цвета в партиях здесь. Подозреваю, что отличаются, потому что у дровс практически всегда отличаются цвета. Но вынуждена поставить плюс, потому что не могу сказать точно. Не буду наговаривать. Итак, это все, что касается ниточки. Так, и давайте теперь перейдем к примерам изделий. И посмотрим, как это все ведет себя в изделиях. У меня эта пряжа представлена двумя изделиями. Это шапочка и это свитер. Шапочка связана верхний слой альпака, дропс альпака, нижний слой дропс коттен мерино. И вот эту горловину я связала из дропс альпака силк, то есть у нас с шелком. Просто, чтобы по манжетам, по горловине не слишком кусалось для сына. Потому что пряжа колючая, но об этом позже. Итак, что у нас с лицевой гладью? Сначала у нас идет лицевая гладь. Давайте посмотрим поближе. Вот так у меня все это выглядит. И лицевая гладь просто идеальная. Полотно такое драпирующееся. Я это вязала на троечке. Хотя, когда я вязала, мне казалось, что это не очень подходящий размер спиц для этой пряжи. Что лучше было бы меньше взять. Но меньше было бы плотнее. В принципе, на троечке тоже это очень даже неплохо выглядит. Видите? Рядности никакой нет. Все очень хорошо выравнивается. Особенно после ВТО. То есть вы, когда будете вязать, она будет такая немножко пошмяканная. Но когда вы постираете, это просто вот гладь. Действительно лицевая гладь. Очень хорошо это выглядит. Так что ни косины, ни рядности здесь нет. Насчет резинки здесь я вам не могу сказать, потому что это другая пряжа. Но, по крайней мере, это дропс альпака силк резинку более-менее держит. Так, здесь у меня тоже резинки нет, но есть узор. И узор тоже держится. То есть я подозреваю, что с резинкой тоже не должно было быть проблем. Вот здесь у меня есть как бы кусочек резинки, но она не расплывается, но она неплохая. То есть я тоже ставлю плюсы здесь. По крайней мере, узор держится. Что насчет стирки? Как нам говорит производитель, стирать только вручную. И я, честно говоря, стирала это только вручную. Потому что пряжа из альпаки, это, можно сказать, исключение из всех пряж. По крайней мере, для меня. Может, конечно, еще какие-то пряжи есть, которые надо стирать исключительно вручную. Но альпака это именно та пряжа, которую стирать в машинке не рекомендуется. Даже я не стирала. От вращения в барабане она может сваляться. От резкого перепада температуры она тоже может сваляться. Так что лучше аккуратненько ручками все это стирать и выжать в полотенце. Так что, к сожалению, за машинную стирку дам минус здесь. Тут чуть-чуть надо будет навозиться. Параметры. Может, конечно, на каких-то более взрослых изделиях параметры будут меняться. Но у меня параметры особо не поменялись. Здесь как было, так и было. Честно говоря, здесь я особо не обращала внимания на параметры. Я как связала, так и связала. Может, конечно, минимально как-то это изменилось, но не так, чтобы это было заметно. На шапке, честно говоря, эта шапка мне чуть-чуть мала. И первый вариант из этой шапки был лицевой гладью. Я очень надеялась, что она подсядет. Но нет, она не подсела. Мне пришлось это привязать. Я привязала это на узор. Петли, конечно же, неправильно рассчитала. То есть я могу ее носить, но я бы хотела, чтобы она была чуть пошире. И когда я ее постирала, я очень надеялась, что это все растянется чуть-чуть. Но, к сожалению, опять же она не растянулась и осталась так, как есть. То есть мне надо вязать новую шапку просто-напросто. Это надо или отдать, ну или, в принципе, носить ее можно тоже зимой. Но маловато чуть-чуть. То есть параметры особо не меняются. Хотя, как я уже сказала, может, конечно, на больших, действительно больших плечевых изделиях параметры могут меняться. Но подозреваю, что это будет происходить только за счет того, что пряжа будет выравниваться от тех петель, которые вы провязали, может, не очень ровно. Потому что она выглядит не очень ровно, когда вы ее только вяжете. И стойкость цвета после первой влажно-тепловой обработки. Цвет особо не поменялся. И была водичка, конечно, здесь зеленая чуть-чуть. Но это никак не повлияло на результат, никак не повлияло на цвет. Поэтому тут тоже ставлю плюс. И практичность. Что я могу сказать про практичность? Про катышки. Закатышки я даю плюс, потому что у меня пряжа это не закатывается. Эту шапочку я носила сезон один. Ну и здесь узор, тут особый катышек не будет видно. Катышки виднее всего на лицевой глади. И этот свитер я ни разу не чистила. То есть, если вы видите какие-то катышки, да, они вот тут вроде что-то есть такое, но они не висят вот прям так, как, например, на дропслима, как на овце. То есть здесь оно такое, как вам сказать, есть этот пушок, но он не выглядит, как эти катышки. То есть, вот посмотрите, ближе может. Даже не знаю, будет ли это видно. Так вот сбоку. Да, пушок есть. Но это я бы не назвала это катышками. Так, то есть здесь плюс, думаю, можно дать. Тут пряжа с этой стороны довольно качественная. К сожалению, пряжа колкая. То есть, когда я вязала ее, вот этот вот свитер, мне колола в ноги, мне колола в живот, когда я это держала, усила на коленях. То есть даже через майку я эту колкость чувствовала. Поэтому я бы не советовала эту пряжу использовать на какие-то изделия, например, на шапки или на шарфики, потому что это будет колоться. Особенно будет колоться деткам. Есть, конечно, люди не очень чувствительные к колкости шерсти, то, конечно, тут проблем нет. Но я, в принципе, тоже не очень чувствительная к этому, но мне это кололось. Поэтому здесь надо очень осторожно к этому подходить. Потому что есть такие вот... Она как бы мягкая, эта пряжа, но вот если вы посмотрите, есть такие вот волоски. Здесь как раз будет видно, должно хорошо быть. Волоски, которые такие довольно толстые, довольно длинные, вот такие, ну... И они восстают, и вот именно они колятся. Вот тут вот, вот и они колятся. Хотя пряжа сама по себе неимоверно мягкая. Она такая очень приятная, и тут очень приятно носить изделие из этой пряжи на что-то. Она как верхний слой, конечно же. Не как нижний. Со временем. Сохраняется ли цвет со временем? Ну, давайте проверим. Этому свитеру два года. Я вывязала, когда сыну было два года. Сейчас ему четыре. И, то есть, практически, это будет четвертый сезон, когда он будет это носить. Я не знаю, оно еще хорошо будет или нехорошо. Я посмотрю. Вот это пряжа. Цвет вообще не поменялся. Изделие я стирала, ну, раза, наверное, четыре-пять я стирала это изделие. Пальпаку, как и другую шерсть, стирать очень часто не надо, потому что и так мы носим это под одежду, правда, дети это будут тоже носить под какую-то куртку, то есть, в песочнице они это не запачкают. Поэтому, в принципе, в стирке часто необходимости не будет. Цвет сохраняется. Все здесь плюс. Ну, и универсальность. Универсальность. Я поставлю плюс, как универсальности. Кстати, покажу вам еще, как изнаночная влазь. Выглядит тоже неплохо. Вот так вот. Выглядит. Тоже рядности нету. Очень все хорошо. Достойно выглядит. Можно вязать и шапки, можно вязать и плечевые изделия, можно вязать все, что угодно, учитывая тот факт, что эта пряжа колется. То есть, главное, обратите на это внимание. Плюс, я, честно говоря, не знаю, теплая она или нет. Потому что я постоянно слышу от девушек в интернете, которые рассказывают про изделие, которые рассказывают про пряжу, что альпака, по идее, в 8 раз теплее, чем обыкновенная шерсть, овечная шерсть. Но, не могу ничего сказать про этот свитер, но вот эта вот шапка, мне в ней холодно. А я эту шапочку вязала в две нити. То есть, здесь у меня две нити альпаки, а может, даже и три. Не, наверное, две. И все равно мне холодно в ней. Более того, мне в ней вот та вот шапка, которую я вам, если помните, показывала, которая связана... Нижний слой был связан из Drops Merino Extra Fine, а верхний слой связан из Drops Flora, тоже в две ниточки. В ней мне тепло. Все прекрасно. Но вот в этой мне холодно. Может, за счет того, что подклад полухлопок, этот хлопок с мериносом. Может, потому что... Ну, я не знаю, почему. Но в ней мне холодно. То есть, на сильная холода, на сильные морозы я ее носить не буду. Мне надо что-то потеплее. Хотя, может, такой эффект создается за счет того, что она такая плотная мне. Правда? Так может быть. Или за счет того, что я ее слишком плотно связала. Тут у меня в две нити пряжа просто-напросто не раскрылась. Так вот здесь вот. Вот эти вот все пустоты, они, по-моему, не закрылись сильно. Может, конечно, еще из-за этого. Но, опять же, мне в ней холодно. Так что, вот такой у нас результат по этой пряже. Пряжа, скажу я вам, достойная. В своей ценовой категории тоже она не очень дорогая. Так что, очень даже неплохие изделия из нее можно связать, если, конечно, правильно подойти к выбору изделия, для которого вы выбираете эту пряжу. Общий результат у нас три с половиной получился. Так что, вполне себе неплохо. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok